Традиция национального молитвенного завтрака укоренилась в России не так давно, но уже приносит свои положительные сходы. На этот раз мероприятие прошло в городе Красноярске. Как? Об этом в нашем следующем сюжете. 15 марта 2011 года в Москве прошел 11-й ежегодный национальный молитвенный завтрак. И вот уже в апреле в Красноярске состоялось подобное мероприятие по инициативе комитета глав христианских церквей Енисейского региона при поддержке фонда «Национальная утренняя молитва». Национальный молитвенный завтрак – это общественно-духовное мероприятие, проводимое более чем в 60 странах мира, с участием, с одной стороны, представителей государственной власти, лидеров общественных и политических движений и структур, с другой – руководителей церквей и религиозных организаций. В России такие завтраки проводятся уже шестой год при участии российских и зарубежных гостей. Церковь, религиозные объединения – это просто неотъемлемая часть гражданского общества, причем со своей спецификой, у которых во взаимоотношениях с властью очень много точек соприкосновения. В нашей жизни очень мало тех моментов, когда между людьми возникают связи какие-то, возникает дружба, доверие. Все, что людей объединяет – это от Бога. Все, что людей разделяет – это, наверное, от противоположности Божьей. Поэтому это очень здорово и хорошо, что есть возможность встретиться, пообщаться и поверить друг другу. Основная цель ежегодных национальных молитвенных завтраков – содействовать укреплению мира и согласия в российском обществе, в том числе между христианами всех конфессий, между верующими и неверующими нашей страны, между христианами и основными центрами российской власти. Люди – это единый организм. Человечество, община людей, религиозная община, община города, община страны, мировое человечество – это единый организм. Господь единства и согласия между конфессиональным очень актуальны и важны. Это часть нашей миссии, часть христианского служения – быть единым во Христе. Мы хотим, чтобы каждый житель России знал хотя бы одного искренне верующего человека. И поэтому, достигая это видение, молитвенный завтрак имеет огромное значение. Приглашенные гости и участники в совместных молитвах просили Господа о скорейшем разрешении острых социальных проблем российского общества, а также за мир и процветание России, за спокойствие и единство между народами. Мы здесь собрались для того, чтобы был диалог между представителями конфессии и представителями общества. Мы обращаемся к Богу, понимая, что Его силы, Его возможности несомненно выше наших возможностей. И если Бог сможет, если Бог будет совершать работу в сердцах наших христиан, то это будет заметное влияние. В заключении все собравшиеся выразили готовность развивать связи с общественными и государственными организациями в нашем совместном социальном, гражданском, гуманитарном и морально-нравственном служении народу России. ПЕСНЯ